всем привет сейчас я вам покажу мой любимый способ приготовления перловки для рыбалки на карася для этого непосредственно понадобится сама перловка какой-нибудь термос кипяток либо мед либо варенье сладкое и панировочные сухари насыпаем перловочку в термос для меня это будет где-то три столовых ложки так как еду завтра рано утром и до обеда дальше добавляем где-то чайную ложку либо как вот я варенье также можно добавить мед караси сладкояшки поэтому я это делаю обязательно нужно такое небольшое количество перловки обязательно термос надо заполнять до самого верха кипятком кипяток налили закрыли термос в таком виде оставляем на 2 на 2 с половиной часа ну и так прошло где-то два с небольшим часа времени перловочка уже должна была настояться и как раз запариться теперь надо слить всю воду и и немного подсушить слив воду вот такая вот получилась перловочка теперь ее надо высыпать на газету после этого немного вот так вот и распределяем чтобы она подсохла еще оставляем где-то на полчаса можно даже поставить под вентилятор обратите внимание что перловка не разварилась а именно запарилась дернышки получаются довольно мягкими и такую насадочку карась уже точно не собьет с крючка сейчас она немного подветрится и покажу что делать дальше как я уже и говорил чтоб перловка подсохла быстрее включил ее вентилятор вот такого качества она у меня получилось даже могу продемонстрировать сразу же на крючок одевается такая перловка вот посередине по этой коричневой полосочки чтобы дольше держалась все очень прочно давайте попробуем даже сорвать ее как вы видите придается усилие чтобы она слетела такой способ конечно намного дольше чем просто перловку варить зато перловка получается намного качественнее и эффективнее и карась такую приманку уже навряд ли собьет с крючка видите как плотно держится вот только сорвал при сушке не забывайте немного перемешивать и сдвигать на сухую часть газеты после того как перловка немного подсохла можно добавить какой-нибудь аттрактант в моем случае это чесночный слегка сразу такой аромат чеснока пошел обалденный но это опять же по желанию не на всех водоемах работает чеснок куда я еду там он нужен и дальше слегка все это дело пересыпаем пшеничными фанировочными сухарями это надо для того чтобы перловочка не слипалась а бралась по одному зернышку так будет ее удобнее насаживать это вы можете делать также по желанию я добавляю еще раз все это дело перемешиваю вот такая вот друзья красота у меня уже получилось как вы видите здесь всего три столовых ложки но объем получился большой теперь все это дело можно пересыпать в какую-нибудь емкость и смело ехать на рыбалку перловка готова такое вот количество перловка меня получилось берется отлично любое зернышко ничего не слипается хранить ее можно в обычном холодильнике но она хранится к сожалению недолго так что смотрите делайте желательно сразу приблизительно на одну рыбалку ну а на этом у меня все надеюсь что это видео для кого-то было полезным обязательно попробуйте такой рецепт всем рекомендую всем пока и до новых встреч до новых интересных видео